Говорит Академия Росатома. Так звучит бесконечное развитие. Всем привет! На связи Академия Росатома и я Варвара Буева. И сегодня я хочу с вами поделиться результатами одного исследования, проведенного при участии National Geographic. В течение пяти лет ученые проводили исследования по выявлению и изучению особых мест на Земле, называемых голубыми зонами. Это области, в которых наблюдается повышенная концентрация долгожителей. Нашли таких мест всего 5. Одно из них находится на маленьком острове Окинава в Японии. Надо сказать, в Японии вообще довольно высокий процент долгожителей, но концентрация их на Окинаве превышает все возможные пределы. Средняя продолжительность жизни здесь у людей приближается к 100 годам. И это средняя. Представляете, какой там максимум? Да, местный набор продуктов состоит в основном из рыбы, овощей и фруктов. Да, здесь очень распространены физические нагрузки и восточные духовные практики. Но есть и совершенно особое явление, которое отличает эту местность от остальной Японии и всего мира. Оно называется икигай. Икигай довольно сложно однозначно перевести на русский язык. Это слово, состоящее из двух частей. Первую часть ики можно расшифровать как жизнь. Гай как ценность, радость, смысл. Соединив эти две части, мы получаем что-то вроде ценности, смысла или радости жизни. Но сами японцы чаще его переводят как то, что заставляет нас просыпаться каждое утро с радостью. Икигай на окинаве это философия личного счастья, доведенная до абсолюта. Она проявляется во всем. В том, чем вы занимаетесь каждую минуту времени. Вот прямо сейчас. Неважно, пьете ли вы чай, общаетесь с людьми или сидите и слушаете какой-то подкаст про какой-то там остров в Японии. При этом ключевой момент, что вы действительно должны быть счастливы и получать удовольствие от того, что вы делаете. Делать что-то и получать от этого радость это и есть икигай. Он включает в себя четыре ключевых компонента деятельности. Первое. Делать то, что ты любишь. Второе. Делать то, что нужно людям. Третье. Делать то, за что тебе платят. Четвертое. Делать то, в чем ты действительно силен. Сочетание первого и второго. Делать то, что любишь и то, что нужно людям, рождают миссию. Ну, или смысл жизни. Сочетание компонентов делать то, что нужно людям и за что платят, рождают твое призвание. Сочетание дела, в котором ты силен и в которое влюблен, рождает страсть. Любовь к делу, ну или у нас это понимается как некое хобби. Сочетание компонентов, в чем вы сильны и за что вам платят, рождает работу. А все компоненты вместе рождают икигай. То, что дает вам удовольствие от работы, деятельности и то, что заставляет нас просыпаться каждое утро с радостью. Чтобы знать свой икигай, нужно ответить себе всего лишь на 4 вопроса. Первый. Что я люблю делать больше всего на свете? Второй. Что из того, что я делаю, действительно нужно людям? Третий. За что, за какие конкретные мои действия мне платят? Ну и четвертый. В чем мои сильные стороны? В чем я силен как профессионал? Вопросы простые, а вот ответить на них иногда бывает достаточно сложно. Японцы говорят, что только развиваясь каждый день, изучая себя и мир вокруг, можно ответить на эти вопросы. Так что развивайтесь вместе с нами. На связи была Академия Росатома и я Варвара Буева.